добрый вечер добрый вечер всем да спасибо за ваши десяточки вот за ваши пожелания ну что начинаем как всегда сегодня 23 июня 22 года лето шагает у нас по стране хотя эти ботиночки я не зря тут нарисовал потому что все таки она бывает что-то не всегда теплой да вот но будем надеяться что все будет хорошо вот и поэтому ботиночки мы с вами перейдем на сандалики может какие-то а вообще лучше ходить босиком то вот меня зовут олег тарасов я в очередной раз приветствую всех коллег всех друзей которые сегодня слушают меня и мы с вами обсуждаем нашу технологию которая как и лето шагает по планете философия транспорта как вы помните у нас что транспорт должен быть решением проблем а них источником вот и пока пробки правят миром мы все равно делаем свое дело и компания юнический string technology предлагает все новые и новые решения которые безопасны доступны адаптивны экологичны мы в прошлый раз с вами это все разобрали подробно поэтому только чтобы с вами вспомнить а вот поэтому я этот слайд вынес сегодня сюда но хочу сразу сказать сразу скажем так у нас новые появились сертификаты это сертификаты которые такие вот имеют длинные названия iso 14001 2015 и 45001 2018 которые значит подтверждают что значит на исследование разработку инновационной подвесной транспортной системы которые демонстрируют свою приверженность постоянному совершенству снижению воздействия на окружающую среду а также по охране труда и безопасности работников и других лиц которые могут быть которые могут пострадать от ее действенности то бишь безопасность окружающей среды и безопасность работников связанных с данным транспортом поэтому это еще раз очередной раз подтвердило то что компания не стоит на месте компания продолжает свое движение и компания занимается всякий раз получает все новые и новые сертификаты значит данный вот системный подход вот что такие вот что это за сертификаты значит это защита окружающей среды путем предотвращения или смягчения неблагоприятного воздействия на окружающую среду смягчение потенциально негативного воздействия условий окружающей среды на организацию оказание помощи организации выполнение обязательств по соблюдению требований повышение экологических показателей контроль или влияние на то как продукты или услуги организации разрабатываются производятся распределяются потребляются и утилизируются используя перспективу жизненного цикла который может предотвратить непреднамеренное смещение воздействия на окружающую среду и другие части жизненного цикла таль далее достижение финансовых и оперативных выгод которые могут быть получены в результате внедрения экологических безопасных альтернатив укрепляющих различные позиции организации и доведение экологической информации до соответствующих заинтересованных сторон мне было немножко это тяжело читать даже да вот но я думаю те люди у меня были такие специалисты которые в общем-то в юридически ну сами юристы являются и для них было важно вот такие вот очень сложные возможно фразы для простого человека да и когда вот такие люди они заходят вот у меня была одна женщина которая знала об этом еще с 2015 года о существовании компании в открытии компании но и на тот момент она не получила достоверных сведений как что чего потом подверглась вот этому вот огромному наплыву негативных статей фейков вот и в общем-то оставила этой затею на 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 долгие там семь лет и так далее вот только наверное полгода назад когда мы с ней встретились она попросила меня часть документов определенных до почитала сама разобралась в общем-то через некоторое время подписалась и в общем-то успешно вы очень быстро выплатила свой пакет он был небольшой но фактор что действительно это было сделано с ее стороны от и до то есть вы изучила просмотрела стала партнером компании и успешно оплатила свой пакет вот поэтому возможно для кого-то это сейчас и не совсем понятно зачем я прочитал но с другой стороны мы должны понимать что компания серьезно и компания движется все согласно закона и согласно тому что необходимо все вот эти документы все сертификаты эти получать поэтому здесь действительно большая роль самого анатолия дарда еще компании вот то что он не торопится а идет вот сегодня мне пришла такая фраза что действительно долго запрягаем да на самом деле я думаю что взлет будет молниеносный подобно ракете вот но и эти вот значит документы вот видите здесь денис и юницкий середине вот с этими людьми которые возможно это с этой компании которая в общем-то тюфит это да который выдавал эти сертификаты вот поэтому компания юскай транспорт очень компания рада получить данный статус полноправной сертифицированной организации это уже достижение способствует окончательной регистрации окончательный вот тут вот ключевое слово регистрации в качестве поставщика высокого уровня одобрено государственными органами и крупными компаниями высокой репутации на рынке внедрению лучших международных практик повышение конкурентоспособности и доли рынка снижения эксплуатационных расходов и обеспечиванию общественного качества процесса но видите все люди довольны улыбаются вот поэтому мы тут тоже можем с вами поставить восклицательные знаки и в общем то опять таки поставить такую галочку что мы с вами движемся в нужном направлении вот далее ну очередная прошлый раз мы с говорили о том что были представители научных кругов белоруссии да в этот раз у нас в белоруссии посетили марину горку представители ведущей телекоммуникационной компании да то бишь белтелеком вот это было очень здорово при том что меня удивило что в состав делегации прошло более 50 человек которые решили ознакомиться с да вот с данным значит транспортно-инфраструктурным комплексами юисты да вот в пассажирском и грузовом исполнении вот и вот видите действительно их очень много вот наш музей где мы где на многих из вас имена есть на потолке да вот и конечно же мы гордимся тем что мы там есть вот его возможно уже кто-то и face on the future тоже возможно там уже есть я уже там скажем так и жду возможно будет экофест ну пока еще мы не знаем да но вот эти люди тоже как видите их много и они и они действительно с интересом их много действительно что меня поразило не два не три не пять человек оси то около 50 ну конечно же им все показали рассказали вот и какие преимущества что есть видите погода благоприятствовала вот я не знаю катали их или нет по крайней мере то что они заходили внутрь и то есть такие картинки но прокатились одни или нет ну думаю что наверное все таки что-то что-то показали вот потому что вот есть такие вот кадры да что они сидят внутри но видео я не видел поэтому не знаю но в общем то опять таки меня очень порадовало вы знаете вот когда вот мы все переживаем с вами когда мы говорим людям каким-то у меня даже вот недавно тоже такой но не так месяца два или три назад был тоже случай когда человек очень заинтересовался и скажем так расскажи 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 я выслал несколько видео несколько значит ссылку на сайт естественно вот а потом человек пропадает и я понимаю что вот этот человек по каким-то причинам он и таких такие люди встречаются действительно он не стал расспрашивать про то что есть какие-то хотя я предупреждал что да много есть и фейков и так далее но в общем то человек так ретировался и больше не пока вопросов не задает но я знаете вот я всегда раньше расстраивался по этому поводу думаю ну как же так вот люди умные там люди должны интересоваться должны спрашивать что как чего вот люди просто вот уходит и они верят больше вот этим фейкам да и в данный момент я сейчас например ловлю себя на мысли в том что я буду наверно тоже так вот мягко улыбаться если так можно сказать мягко сказать да то есть буду просто улыбаться и говорит ну да я же говорил вот разобраться все но вот данные участники мероприятия опять таки это было в прошлый раз эта фраза и в этот раз я не знаю тот же автор писал эту статью либо другой но вот видите тут тоже написано так участники мероприятия белтелеком методу проявили живой интерес транспортным инфраструктурным решением юст задавали множество вопросов возможностях юсти фотографировали элементы комплекса и к слову некоторые из посетителей признали что даже не предполагали что такие технологии существуют беларуси ура да вот слава тебе господи что уже эти технологии становятся доступны чиновникам людям таких вот структур больших да которые могут действительно осознать что есть у нас гений да и анатолий эдуардович юницкий он является действительно живым примером того что есть люди которые за которыми на котором нужно помогать вот и слава тебе господи что мы с вами это сделали в свое время да кто-то 7 лет назад кто-то этим летом сделал но свой вклад носит и вот мы сейчас даже с вами собираемся и по и по-прежнему передаем вот эту вот энергию и вот видите так или иначе эта энергия доходит до новых и новых людей которые удивляются дай бог чтобы они и не стали скажем так просто наблюдателями а действительно внесли свою лепту в продвижение данного транспорта вот но что меня конечно очень сильно порадовало я наблюдал это с точки зрения политики как говорится вот этот был международный форум до который прошел в питере да вот но и вот в частности был такой на в рамках этого значит форума проходил международный арктический сами да вот он проходил с 8 по 10 июня вот и звучал он так что арктика перспективы инновации развития регионов вот и самое главное что именно компания юнических технологий был была тоже представлена вот в данном контексте на данном форуме и тоже скажем так очень было много заинтересованных лиц которые потом немножко про форум расскажу и потом даже расскажу что некоторые издания тоже напечатали о данной технологии но в первую очередь могу сказать так что смотрите конечно арктика это огромный такой вот пласт который еще очень слабо развит да и вот видите там претендует ну тут нарисовано у нас пять стран это да это россия естественно это сша канада гренландия норвегия но гренландия дании представлена да еще там еще пару стран претендует так вот как минимум данным в общем то сейчас очень активно занимаются вот именно освоением и это поставлено в задачу действительно вот этих стран потому что очень огромные ресурсы и все вот эта труднодоступность она конечно на свое время повлияло на то что это в общем то не так сильно это было все здесь развито да вот но могу так сказать что анатолий эдуардович по этому поводу выпустил фильм 15 минутный который можно посмотреть на ютубе я там в конце вам покажу вот я уже смотрел его три раза в общем то очень очень четко это вот кадры из фильма и поэтому анатолий эдуардович очень грамотно поставил действительно не длинный фильм потому что это этот фильм был показан на этом форуме помимо спикера там был этот фильм показан и я советую вам его обязательно посмотреть но мы сейчас кратко пройдемся да так вот анатолий эдуардович заявил что действительно для освоения и развития данных территорий крайнего севера вот необходим комплексный подход это мало того что у нас имеется такой то есть впервые анатолий эдуардович предложил комплексный подход это транспорт инфраструктурно инфраструктурные комплексы второго уровня ну наш транспорт да кроме того цепь офшорных портов для доставки грузов и дальше получается реликтовая солнечная биоэнергетика вы знаете что и все это тоже есть в компании да плюс эко дом арктика называется так потом ну так антолий эдуардович назвал потому что если эко дом у нас представлен в эмиратах как там плюс плюс 50 плюс 60 то в арктике значит до минус 60 и так далее вот так же анатолий эдуардович представляет беспилотные воздушные суда вертолетного типа да но говорится о том что действительно преимущество комплекса то что как жилищного так так и транспортного в том что устойчивость к экстремальным температурам до от плюс 60 до минус 60 кроме того строительство вот это вот легкой в то же время очень прочная рельсово-струнные эстакады в вечной мерзлоте очень гораздо проще нежели построить что-то либо другое либо уже не говорится об дорогах асфальтного типа железнодорожные пути тоже очень и очень сложно проложить да вот я просто хочу вам сказать что этот кусок огромный потому что я вот специально там была огромная статья посвященная вообще северу да и вот меня знаете что удивило даже вот это вот северная граница российской федерации составляет 19 тысяч 724 километра вот для интереса вы знаете сколько наша страна имеет общую границу вообще вот общая граница государственная граница вот на ваш взгляд вот если тут северная граница россии где сейчас будет осваиваться все до 19 тысяч 724 километра то как вы думаете сколько наша беларусь вся ее граница вот ну чтобы уже не гуглили я вам скажу 3600 да то есть получается в 6 раз меньше чем на северная граница российской федерации действительно вот это вот это от просто объемы которые католи эдуардович анатолий даричи говорит что просто необходимо вот этот искать новое решение и это решение уже есть обратите на него внимание поэтому как вы понимаете что вот это вот все что тут показано там действительно в фильме вы будете смотреть там показано как там сейчас потепление но с одной стороны вроде бы благоприятно сказывается да а с другой стороны там где раньше машина могла проехать по льду теперь просто там месиво такое что просто проваливаются все автомобили все вездеходы и так далее поэтому все очень сложно вот но вот данный спикер потом не я скажу денис его зовут фамилия не помню значит тоже он когда выступал он объяснил что почему выгодная путевая структура и ст и потому что расстояние вот здесь приводится пример может достигать двух километров между опорами хотя вы знаете это может быть гораздо и больше вот кроме того эти пролеты позволяют обходить различные техногенные ландшафтные препятствия вот далее очень большая перед грузоперевозки да могут быть пассажиры перевозки 25 тысяч пассажиров в час или 100 миллионов тонн грузов пожалуйста любые сыпучие штучные жидкие и так далее при этом автоматическая система вот управления да исключает риски которые обусловно человеческим фактором ну вот это все фильме показано рассказано вот и так как не нужно человеку допустим как человеку машинам не нужно там отдыхать то это может быть 24 на 7 то есть 24 часа 7 дней в сутки 7 дней в неделю пожалуйста это все может двигаться работать и так далее вот этот фильм до который вот он 15 минут идет вот поэтому обязательно нужно посмотреть называется на развитие северных и арктических территорий проблемы и решения и анатолий эдуардович здесь очень четко все дает понять но чтобы мы нам фильм сейчас не можем посмотреть но мы зато можем послушать о чем написал политэксперт вот по скажем так данному по данной теме состоялась такая вот статья которая была написана который называется шаг к развитию арктики в струнных технологиях вот поэтому давайте мы с вами немножко пробежимся да значит и так представитель завод струнной технологии денис исаев вот в беседе с изданием болит эксперт рассказала главной разработки который может эффективно применяться в северных широтах ну как вы видите вот у нас есть ледокула да как то есть не у нас а у россии есть ледокула которые движутся да вот железнодорожные пути к сожалению там очень сейчас слабо развитые вот это вот и говорится что в условиях вечной мерзлоты асфальтовой дороги железнодорожное полотно все это выглядит уже не так не асфальтный так точно не реалистично да вот но это уже даже не эффективно струнный транспорт движется на втором на втором уровне соответственно над землей не требует основательного покрытия кроме того значит вот эти вот танкерные опоры которые имеют два на расстоянии двух километров можно на скажем так располагать промежуточные опоры и самое главное что не нужно бояться ни снега не обледенение вот потому что вот то что стальное колесо идет по стальной струне получается идет самоочищение от всего всего что там может навредить кроме того вот анатолий дарыч это вот кадр из фильма он рассказывает о том что так как действительно люди там действительно ну вот многие говорят раньше ездили за длинным рублем да и сейчас вот я знаю что не многие кто работал там в тех северных широтах возвращается где-то вот сюда вот зарабатывают большие деньги потом готов их хочется отдохнуть хоть уже на пенсии так далее потому что это действительно очень тяжелый климат но анатолий дарыч рассказывает что действительно вот он продумал уже для севера эко-дома арктика то есть замкнутые пространства ну вот на картинке можно посмотреть да что там идет сразу вот и передвижение грузов в то же время вот такие вот скажем так построены ангары и построены соответственно где может быть такое вот даже производство значит комфортные условия для проживания людей то есть температура продовольственная безопасность потому что комплекс рассчитан на интеграцию с транспортной сетью которые также может доставлять жилые производственные модули не на месте сборки на территории к домов благоприятно используют агробиотехнические возможности да что выращивается ну вот непосредственно как у анатолий дарыча в кабинете все это рассчитано и соответственно можно все это производить и кроме того написано что работающий варктике персонал и живущие в регионе люди смогут проживать комфортных условиях и данные эко дома способны стать самодостаточной экономической точкой роста вот такие эко дома уже построены в беларуси да и работают по принципу закрытой системы действительно кто был в мариной горке помнит этот эко дом да я его в конце потом приведу фотографию и действительно это все существует и это есть и вы знаете даже сейчас в шадже где такая жара там уже этот домик весь который из бруса он уже практически весь зеленый вот и все это действительно имеет место быть неважно какая температура неважно минус плюс вот но все уже скажем так разработана рассчитана и представлена для реализации и далее вот сказано что значит по экономической составляющей что трус струнный транспорт это он вдвое доступнее дешевле даже чем тоже канатная дорога да вот но действительно вот когда иногда вот тоже кто-то вот из тех людей которые не верят да ну она не может поехать и так далее но представляете я вот сегодня только до меня дошло но канатная дорога уже сколько существует до больше сотни лет а тут в общем то новые технологии новые уже разработки и действительно мир как шагнул вперед и почему же это не может ехать вот если я еще раз повторюсь если сейчас сказали что в силу каких-то определенных причин допустим там разряжен воздух или что-то еще случилось там или вот нельзя летать я бы больше поверил да что самолеты там перестанут летать здесь же получается действительно опора на землю струны натянуты между опорами да по этим струнам на электро моторах движутся вот такие вот кабинки что здесь может быть то есть любому человеку понятно что это реально потому что есть есть опора есть натянутые скажем струны дорога да по которым движутся автомобили электромобили все поэтому удивляясь когда люди готова вдруг это вдруг это не сможет поехать все это ездит и все движется значит кроме того по эксплуатации транспорта расходы минимальные значит эффект энергии энергии от энергии тоже гораздо выше потому что стальные колеса по стальному пути то есть не так как асфальт допустим и резина да либо ну и само колесо имеет у нас другое с другую сцепку по сравнению с теми же колесами которые у находятся у железнодорожного транспорта мы тоже алексей разбирал это и у нас очень много это да там площадь сцепления гораздо больше и гораздо эффективнее сопротивление минимальная значит значит в этом и заключается гений генерального подструктора антолий юницкого вот и вот вся эта эффективность она в общем то была представлена и еще раз доказано что и это имеет место быть ну и санкционная политика конечно же сейчас мы все не можем быть вне политики потому что мы видим как что происходит что мир действительно разделился очень сильно в общем то особенно запад во главе с америкой вот и вопросы такие тоже задали да а что же вот делать и вот получается так что санкционная политика запада и попытка изолировать россию никак не повлияло на реализацию проекта белорусской компании вот заметил представитель струнных технологий вот исаев да значит кроме того сложившаяся геополитическая ситуация предоставил окно возможности для предприятия вот тут я не знаю будет сказано нет но я знаю что сименс очень сильно сопротивляется я знаю это уже не первый раз это слышал и действительно это один из самых больших конкурентов вообще струнных технологий сименс его миллиардами долларов евро вот но сейчас вы тоже знаете про газовую отрасль что там тоже как сименс там тоже не могут даже починить определенные значит необходимые скажем так конструкции потому что отдали для для почему-то посименс отдал на починку в канаду а канада ввела санкции в общем то сейчас вот европа начинает потихонечку осознавать то что они могут остаться без газа ну так вот в данном случае здесь говорится о том что как заявляет представитель да все наши технологии имеют высокую степень локализации под 98 процентов мы готовы выходить на российский рынок на рынок снг союзного государства мы практически не зависим от зарубежных поставок мы готовы предложить технологии лучше чем наши зарубежные коллеги в обычное время нам было сложно пробиться через стену конкуренции когда немецкой компании тратила сотни миллионов долларов на продвижение ну одна из них это я уже назвал это название да а мы компания строительная молодая да если брать там 14-15 года то вот 7-8 лет да поэтому для нас сейчас открылась очень хорошая возможность вот этот вот такой вот такой вот этот вот ответ это говорит о том что действительно мне кажется Анатолий Эдуардович очень сильно радеет за то чтобы вот именно люди особенно вот русскоговорящие все именно здесь наверное были в первую очередь эти технологии поэтому возможно вот этот такой долгий путь через через индию там через арабские эмираты сейчас латинская америка тот же вьетнам но мне кажется Анатолий Эдуардович все таки больше вот как мне сейчас показалось радеет за то чтобы эти технологии были в первую очередь в наших странах Беларусь Россия и так далее и вы знаете я буду только за потому что мы здесь живем мы здесь развиваемся мы здесь растим своих детей поэтому конечно же я буду горд если эти технологии конечно же в первую очередь будут в наших странах вот но это все замечательно но мир как говорится сейчас очень подвижен мы все все равно общаемся никто ни от кого не закрывается далее поэтому вот вот очередная статья что Юскай транспорт устанавливает связи с Египтом ну вот опять таки при прибыли делегаты из Египта да вот ознакомиться с уникальной технологией вот и конечно же им было опять таки не сделали тестовую поездку они посмотрели вот диспетчерское это управление так что и чего это все замечательно вот очень впечатлил вот этот юни флеш который действительно стоит вот он под шатром да вот и конечно же вот эта скорость 500 километров в час которая планируется да и будет достигнута я думаю в ближайшее время вот особенно для данных людей ну как вы видите в общем то люди такие бизнес направлены по крайней мере это чувствуется да что вот им это интересно именно грузовые решения стали объектом повышенного интереса данных посетителей но я кстати вам напомню что именно в свое время это было чуть больше года назад 23 марта 2001 года вот такой был огромный контейнеровоз Ever Given да 18 тысяч контейнеров он перевозил он развернулся и в общем то заблокировал вот этот вот суэцкий канал который как вы знаете находится в Египте и вот смотрите в 26 то есть 23 марта 150 судов стали за ним 27 уже этих судов было 276 еще через сутки 321 а на 4 сутки 29 марта свыше 450 различных судов и это конечно был шок и вот уже 29 марта президент Египта Аль-Сиси он заявил об успешном завершении операции хотя вот чтобы вам напомню только было разблокировано полностью вот последняя группа из 85 судов прошла 3 апреля после чего судоходство было полностью восстановлено блокировка канала обходила на тот момент мировой торговый в 400 миллионов долларов получается в час и почти 10 миллиардов долларов в день вот поэтому я думаю вот этот вот приезд он неспроста потому что уже тогда ну вот такой вот чтобы вы понимали вот его так развернуло он стал и кормой и носом стал вот уперся вот посмотрите какие какой-то такой огромный контейнеровоз просто чтобы вы осознали да вот экскаваторы далеко не маленькие да и вот как они выглядят как тут раскапывали пытались его тут вытащить да вот ну так я вот тогда обратил внимание еще год назад я вот этот слайд специально я взял из своей большего года уже презентации действительно уже тогда в течение вот данного периода Анатолий Эдуардович и компания сразу то есть UST компания представила быстрое альтернативное транспортное решение для советского канала да практически моментально что потому что сказали что пожалуйста мы предлагаем вам мы можем построить параллельно да 156 вот и четыре десятых километра по предварительным оценкам составило бы 10 миллионов долларов за километр без учета подвижного состава и терминалов погрузки и разгрузки что в пять раз уже тогда было меньше чем в свое время было потрачено представительство самого канала но я вам хочу сказать что уже в разы меньше чем вот это какая стоила блокировка потому что действительно потери были колоссальные да и там было мировое соглашение так далее в общем то за простой там тогда и нефть подорожала на 6 процентов и все это сказывается как и сейчас в общем то сказывается на вот эти на те продукты которые мы с вами сталкиваемся в магазинах на тот же кофе на косметику в общем на все что то что приходит из рубежа сейчас с повышением цены цены на газ тоже все дорожает да ну так вот антолий дарыч уже тогда предложил и кроме того он сказал о том что обеспечить среднюю скорость доставки груза 80 км в час то есть да с такой там хотя мы знаем и 100 и 120 может быть движется канала двигаться контейнер вот это в пять раз выше чем у корабля то есть если брать там 10 узлов 20 км в час идет да то есть вот вот такая скорость кроме того а а а благодаря этим технологиям бы сократилось бы время нахождения контейнера 14 часов до двух часов то есть движение да погрузка разгрузка бы заняла не больше 65 секунд вот такие вот скорости предлагает анатолий эдуардович и я думаю что вы знаете что вот это вот все оно на вот это вот пружина вот сжимается 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 и вот это конечно же оно решение будет однозначно потому что ну я как уже в прошлый раз и говорил что если мы с вами имеем допустим в доме даже да в обыкновенном многоэтажном доме да мы обязательно имеем с вами допустим лифт и обязательно лестница но не может быть если что-то случается с лифтом вот так да что люди заблокированы на этажах так вот получилось вот с этим советским каналом то есть один контейнер встал поперек и в общем то все там практически если бы что-то случилось более серьезно не просто развернул а затонул бы то практически все это бы пришлось бы объезжать как бы там обплывать всю Африку это бы либо другой какой-то путь искать но в общем то там северные но если тоже не во все природные условия позволяют не во все не во все времена это сделать поэтому вот такое вот решение я думаю оно должно быть рано или поздно осуществлено помимо советского канала должен быть еще юнический стринг технологии со своей вот этой вот решением вот оно уже представлено и сделано поэтому видите сколько у нас с вами скажем так интересных может быть проектов то есть я думаю что они уже есть в головах просто сейчас решается что как и чего это вообще действительно большой огромный просто бизнес продвижение вот этих вот технологий ну и возвращаемся к людям которые мы знаем это владимир маслов вот и франтишек solar они сейчас находятся тоже вот во вьетнаме и там тоже вы знаете самое сейчас страна который очень больше всех инвестирует в технологии это же вьетнам да вот и вы помните знаете как анатолий дарычи принимали вьетнамцы которые просто практически на руках его носили вот в эмиратах вот просто прекрасные там одежды были такие яркие и такое же настроение радужное поэтому в общем-то было прекрасно смотреть но помимо вот этих вот эмоций есть еще и конкретные вот дела поэтому вьетнамская ассоциация университеты университетов и колледжей приняла делегацию представителей skyworld community вот и там были разные представители ну вот я уже назвал наших представителей да и речь шла о том что действительно скажем так смотрите данный проект струнного транспорта может войти в международный союз общественного транспорта который объединяет более 1400 компаний и научно-исследовательских институтов и 96 стран мира то есть вот ну масштабы огромные ну что касается вьетнама это действительно страна вытянута вдоль побережья и очень такая она бывают города такие линейные вот можно сказать целая страна линейная поэтому я думаю что наш вот этот вот проект для них это просто спасение потому что это то что сможет соединить всю страну вот между крайними городами допустим ханой и сайгон вот и соединить и там очень много красивых мест бизнес конечно и вот это вот даст большой взрыв вообще экономике вьетнама поэтому я думаю что это тоже не за горами вот ну и меня тоже очень порадовало и удивило с одной но я как еще раз говорю что с действительно мир меняется и вот вы помните что недавно была вот делегация именно Руанды в арабских эмиратах в шарже да вот и теперь вот мы видим уже олега зарецкого второй человек я насколько я понимаю это вот гусев не помню его имя да ну в общем то вот и вот и там присутствовал король президент Руанды да вот и вот это вот сейчас идет огромная выставка такая да форум который продлится до вот сегодняшнего дня то есть он еще идет и вообще вот этот вот называется вот данный форум называется транспортные инфраструктурные решения вот которые ну представлены на выставке вот я там уже аббревиатуру эту не знаю вот но в Руанде вот в данный момент видите сколько людей и так далее поэтому тоже очень приятно что это все не за горами то есть Африка тоже вот как я вам говорил не только Арабские Эмираты не только Саудовская Аравия не только Бахрейн и так далее ну вот теперь уже и скажем так Центральная Африка то есть приглашает и начинает об этом говорить вот такие вот здорово ну и вот такой вот красивый у нас Анатолий Эдуардович вот он все таки видите контролирует сам лично инспектирует установку анкерных узлов путевой структуры номер четыре по которым должен как раз вот эти вот юниконты двигаться да со скоростью сто километров в час вы знаете два с половиной километра два и четыридесятых километра будет эта трасса вот поэтому Анатолий Эдуардович говорит так что долговечность и надежность транспортно-функтурного комплекса зависит от качества сборки поэтому перед доставкой на строительную площадку необходим тщательный контроль качества всех элементов во время инспекции я убедился что работы ведутся в соответствии с планом вот и вот вот мне кажется вот я так чувствую когда вот даже через фотографию через видео вот иногда смотришь Анатолий Эдуардович вижу что он переживает вижу что он там что-то там где-то может быть не доспал или там не доел я не знаю а в этот раз мне как-то вот увидел эту фотографию мне захотелось две эти фотографии ну я знаю что они уже и на фейсбуке размещены и на всех соц страницах вот ну хорошо он выглядит дай бог ему здоровье несмотря на то что там жара это же все-таки в шарже да вот видите там позади него вот эта четвертая трасса все вот это вот все вот он пальцем показывает все ну очень здорово поэтому Анатолий Эдуардович вам здоровья вот также замечательно выглядеть вот просто просто прекрасно поэтому все идет своим путем все развивается все движется вот ну а мы с вами не забывайте лето идет да я вот почему-то решил вот вам рассказать о том что сейчас вот аквапарк акварель аквапарк да практически да вот такое вот несколько вам фотографий именно вот с акварели где Анатолий Эдуардович находится в шарже а мы вот с вами окунемся вот в акварель и действительно может быть Леша все-таки стоит организовать эту встречу вот посмотри какие замечательные фотографии вот посмотри это вот часть фотографий моих я когда-то там был то есть не когда-то а в прошлом году вот в этом году еще не был и даже было желание возможно отметить там день рождения но скажем так сейчас я думаю надо восполнить это и приехать туда тоже семьей и со всеми участниками которые вот как минимум находятся здесь у нас с вами в чате а кроме того я знаю что еще есть желающие из других регионов вот Николайка Мясорук говорил что возможно есть желающие мне кажется это будет было бы здорово все-таки там посетить вот посмотрите все-таки вот я тут решил тоже себя вставить такие замечательные качели которые ну все там очень здорово поэтому лето идет вот давайте это все поддержим вот эти все мои видите тоже фотографии они тоже кстати так вот как-то так хорошо получились уже смотри вот видите как все красиво как все здорово вот можно и на лодке пока покататься и рыбку половить и отдохнуть там очень много всего интересного вот и вот эта фотография вот тоже сделана мною видите вот как там прям захотелось лечь опять на эту травку прекрасный там газон вот поэтому кому нравится ставьте лайки вот и давайте мы с вами скажем так организуем все-таки поездку в замечательную скажем так страну акварель вот и увидим там опять-таки наш замечательный транспорт вот который рядом находится ну и хочу сказать что ребят у нас с вами все движется вот у меня хочу чтобы вы вот эту вот тоже картинку запомнили я думаю что если мы даже с вами сейчас находимся где-то еще внизу то это вот старт он уже просто вот можно так уже себе рисовать в голове потому что действительно очень большой интерес во всем мире да не хотят только вот такие конкуренты которые действительно привыкли жировать да и не дают ничего не дают ничего новым продвинуться потому что им самим хочется в общем-то иметь баснословную прибыль Азиан Анатолий Эдуардович все равно идет своим путем вы видите сколько всего сделано поэтому я думаю что мы с вами уже в этом году в этом году я просто знаю некоторую тоже информацию вот как бы тоже которая говорит о том что ну ну так это все такой большой интерес у людей ну ждем опять таки новостей которые будут уже официально вот поэтому спасибо вам огромное вот спасибо за ваши скажем так эмоции лёш жду тебя вот выходи может быть тут еще что-то хочет спасибо вам за ваши эпитеты вот лёша у нас тоже на природе я смотрю лёш ну да на природе ну действительно красивые фотографии показал ты каждый раз смотришь на них и я верну прям да вот наслаждайтесь этой фотографией да так она мне зашла ещё есть такие красивые фотографии ну там я думаю что можно выключить запись чтобы у нас уже это беседа наша ну да давайте спасибо всем ммм